Федерализация Сибири Федерализация Сибири Федерализация Сибири Федерализация Сибири Федерализация Сибири Федерализация Сибири Ну и, соответственно, необходимо что-то было с этим делать. Мы понимали, естественно, что там никаким маршем мы ничего особо не добьемся, но вбросить саму тему информационную, так скажем, показать чиновникам, что в принципе такая проблема есть, ну мы думали, что это получится. Тем более, многие из нас были бывшими членами коммунистической партии. Ну и до этого наш внешний мэр, наш бывший первый секретарь Анатолий Локоть, он до этого говорил, как бы такую тему уже поднимал о том, что необходимо, так скажем, работу вести с федеральным центром, целью которого являлось бы большее финансирование, реформирование бюджетов. Бюджетной налоговой политики в регионы, непосредственно в регионе, для того, чтобы, ну так скажем, федеральный центр в лице столицы Москвы, Московской области, не являлся, так скажем, паразитом, на самом деле паразитом, где просто-напросто живут такие вот личности, как, допустим, там какая-нибудь Ксения Собчак, которая может себе позволить в открытую, так скажем, с экранов телевидения федерального, говорить, заявления такие делать о том, что там все люди там, кто в Москве не живет, это быдло там и так далее и тому подобное. Кроме того, нас не устраивало, так скажем, неравноправие в лице различных регионов нашей страны. То есть, допустим, когда республика имеет больше и возможностей, и прав, чем, допустим, область, либо край. Как бы мы не понимаем особо, чем отличается, допустим, Новосибирская или Омская область от республики Чечня, и при этом, почему там, ну, так скажем, я вот не знаю ничего, что производили в Чечне, ну, и говорят, что там нефть производили когда-то, не знаю, сейчас производят, нет, добывают. Ну, да, там вот... Это бы ее там нашли, почему не была вся... Ну, немножко, изначально ее вообще нашли, как бы, в Баку, самое первое месторождение, если быть точным, в Азербайджане. Ну, не знаю, что это чеченская нефть, но чеченская нефть очень качественная. Да, она качественная, она очень жидкая, в ней малосерая, поэтому, да. Но, соответственно, неравноправие регионов нас тоже, так скажем, возмутило. И при этом, при этом, уже не один месяц в эфире федеральных средств массовой информации говорили неоднократно о том, что федерализация-то это хорошо. Вот в Украине происходит процесс федерализации, там создано некое государство Новороссия, так скажем, федерализация Украины, это замечательно, и так далее, и тому подобное. Но, как бы, если вы собрались производить такую деятельность с чужим государством, ну, наши СМИ, так скажем, центральные, они, естественно, имеют, так скажем, свое прямое непосредственное руководство и связь с нашими властями, которые у нас сидят в Кремле, ну, и в других, так скажем, в министерстве и так далее. Ну, и, соответственно, правительство, соответственно, нас такие вещи возмутили, мы решили назвать, так скажем, ну, изначально вот был такой проект, назвать вот наше мероприятие маршем за федерализацию Сибири. И, скорее всего, во многом именно из-за этого, из-за этого такой вот взрыв был информационный, потому что, ну, все сразу подумали, федерализация в Украине происходит, это по факту то, что там происходит сегодня, ну... Нет, не из-за этого, почему все так подумали. Ну, мы, по крайней мере, мы сделали именно такой вывод, что, ну, просто-напросто люди, многие, так скажем, ну, просто, многие испугались, многие в недоумении были, что такое федерализация. Многие, в принципе, этот термин не понимают, многие даже Конституцию никогда не открывали, не смотрели. Но, в принципе, Конституция у нас все регионы равны, соответственно, именно за это мы собирались, так скажем, выступить. Но, в ответ на это, мы встретили огромное количество, так скажем, проявлений негатива со стороны местных властей, именно местных. Прошу заметить, как бы, с Москвы я вот не слышал вообще ничего, чтобы вообще кому-то это не нравилось. И более того, скажу, президент России Владимир Путин, он, как бы, такую тему, он ее немного по-другому формулировал, ну, вот, тему федерализации, но, в принципе, она ему, как бы, не была никогда противна. И в последнее время даже он, вот, ряд заявлений делал о том, что необходимо, естественно, развивать самоуправление и так далее в регионах. Но, судя по... Мы, вот, лично сделали такой вывод, что просто-напросто местные элиты политические, они решили, что, так скажем, борьба с проявлением нашего марша, она, так скажем, вызовет поддержку со стороны Москвы. Такое, но этого, кстати, так скажем, открою большую тайну, не произошло на самом деле. Москва не погладила от поголовки ни Городецкого, ни Локтя, ни Игнатова, никого-либо другого. Я даже подозреваю, что, более того, наоборот, потому что, если бы не было такой встречной реакции, борьбы, именно борьбы самой настоящей, привлечения спецслужб и так далее, то, я думаю, наш бы марш прошел спокойно, там бы пришло, там, ну, 100-200 человек, они бы спокойно бы прошли, зачитали бы мы резолюцию и так далее, и, как бы, все. Но, в итоге, со стороны спецслужб встретили огромную, так скажем, огромную такую реакцию негативную, начали людей задерживать, причем в различных областях, даже Сибири. Ну, вот, как, например, Михаила Пулина, который, как раз-таки, и написал изначально самую первую статью, которая была в наших информационных ресурсах распространена. Вот. Ну, и, да, в последующем уже, в принципе, привели все эти действия власти к тому, что просто никто из организаторов к месту проявления марша добраться не смог, потому что все были на допросе в Следственном комитете. Ну, в городском, как я понял, там дежурный был Октябрьский Следственный комитет, все там находились. Ну, ладно, Алексей, это подробности такие, нас интересует идеология, сама мысль. Зачем и почему? Ну, сама мысль, как бы, вот, ответила для того, чтобы... Соблюсти некие конституционные нормы. Да, чтобы начало... Которые указывают на федерализм нашего государства. Во-первых, и во-вторых, это реформирование, ну, так скажем, подтолкнуть чиновников к реформированию бюджетной и налоговой политики региона. То есть, вы конкретно воспринимали это как серьезную мысль? Нет, мысль, естественно, серьезная. Серьезная? Серьезная зиму. Но мы сами понимали, что, как бы, мы, естественно, добиться ничего не сможем. А чисто географически неинтересно. Я понял, понял. А чисто географически Сибирь, вы как ее себе представляете? Это... Западно-восточную? Это то, что находится в восточной... Сибирский федеральный уровень. Я почему обращаю внимание на национальный вопрос? Мне больше интересен не национальный вопрос, и не географический, а суббой экономический. Нам интересно все, в том числе и национальный вопрос, потому что при таких вопросах, когда возникают определенные тенденции к сепаратизму, обязательно вылезает национальный вопрос. Ведь национальные округи, они все держатся чисто в том, что их как бы группирует центр, федеральный центр. Если от федерального центра какое-то, хоть не малейшее движение начнется, то вспышка сепаратизма начнется и по национальному вопросу, это однозначно. Не сепаратизма? Сепаратизма. Тут вы не правы. У нас были уже такие вещи. Мозги потекут. У нас здесь были семейские татары, которые хотят... Нет, как бы могут у людей, у людей много что может течь, как бы, и пусть у них мозги текут у кого-то что-то, но дело в том, что терминологию надо разбирать, и как бы сепаратизм, это корень слова сепаратизма, какой сепарат, то есть односторонний. Всегда односторонний. А федерализация же это ни в коем случае не отделение, и мы все как бы... Нет, не отделение, а федерализация, это все понимают, но определенная экономическая самостоятельность, она подразумевает переключение интересов на свои интересы, более интересы. Это у людей автоматически сработает. Это однозначно, понимаете? Это однозначно, этого и вы не просите. Это нормальный, вполне простой, что у нас... Алексей, позвольте, позвольте у вас просить, вот, во-первых, вы про марши говорили, или это какой, как-то... На 17 августа. Ну, марш, ну, он назывался марш в защиту конституционного строя, незыблемости конституционного строя Российской Федерации, вот так, такое название. А лозунги там были? Хватит кормить Москву? Ну... Москва, мы тебе дадим сидеть. Там нет, это вы путаете. А вот другое, это не марш, это пикет 2011 года. Вот скажите, а вот вы говорите, мы. Дмитрий, вы бы не могли это сказать, вот, вот, у ваших, так сказать, товарищах, так сказать, вот мы, как вот вы организовались, как вы друг друга узнали, как вот вообще вот эта идея у вас появилась? Вот это меня интересует. Организовались мы довольно-таки просто. Ну, во-первых, все вот товарищи мои, они были... Часть состояли раньше в движении «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Кроме того, они состояли в Коммунистической партии Российской Федерации. Некоторые даже состоят до сих пор. Ну и, как бы, в принципе, политически активные граждане, ну, занимающиеся во многом оппозиционной деятельностью нынешним властям, но, как бы, но при этом никакой не противозаконной, там, не ставящей целью, естественно, никакого там свержения власти незаконного и так далее и тому подобное. А вот «Космополит.ру» вот этот вот проект, так сказать, он вам знаком? Честно скажу, нет. Нет, да? Нет. Ну, может быть, где-то когда-то я это... Ну, что-то такое видел? Ну, это вот сайт какой-то или что? Да, да, нам надо сайт такой «Космополит.ру», так сказать, да? И там, кажется, какой-то Михаил какой-то там был, так сказать, да? Михаил Пулин, наверное. Наверное. Ну, он, как бы, там не журналист, никто. Он просто давал тоже комментарий, и его статью, возможно, там публиковали, публиковали, потому что ее много где публиковали, в принципе. Изначально, по-моему, опубликовали ее, ну, как бы, взяли просто с наших ресурсов. А у вас какие ресурсы? Ну, у нас была группа ВКонтакте, на Фейсбуке, в Твиттере, ну, в соцсетях непосредственно. Ну, и на сайте Национальной Швейской платформы мы тоже публиковали некоторые новости. Но Лимонов, по-моему, отношения не имеет? Нет, Лимонов к нам отношения не имеет. И еще вопросик, Артем Лоскутов, какую роль бы там играть? Потому что его имя звучит на Центральной Швейской платформе. Я верю, я верю, я верю. Честно скажу, никакого. Более того, он сам это говорил. Он говорил о том, что он, в принципе, сам дает просто комментарий. Он, может быть, поддерживает нас. Я с ним лично особо, честно скажу, не знаком. И последний раз я его видел, бог знает когда, вживую, имею в виду. Ну, и поэтому, как бы, он живет в Москве. У него, видать, по старинке спросили. Потому что я знаю, что он чем-то подобным занимался. Да? Какая ринцесса, где он работает? То есть он выступает на дожде, как вы говорите? Ну, как я вот слышал, что он работает там журналистом. В чем там конкретно его деятельность занимается, заключается, я точно не знаю. Как бы врать по этому. Небольшое противоречие, согласитесь, что работает на дожде, и, как бы, ваш лозунг идет против Ксюши Собчак, как вы сказали. Ну, это мой, это мой лозунг. Как-то странно звучит. Это мой лозунг. То есть вы с Артемом Лоскутом тогда... Я с ним, я же говорю, я с ним не знаком. То есть у вас уже такой раздрайв. Нет, во-первых, как бы тут не раздрайв. Во-первых, как бы, возможно, даже это в политических взглядах у нас расхождение. И, в принципе, в сфере общения, если, так скажем, Артем Лоскут всегда был окружен такими, так скажем, я даже не знаю, как это назвать. Они себя называют креативный класс. Или тащит. Художник свободный. Ну, там, либеральные силы различные и так далее. Там, вот такие около, ультралевые и так далее. То у меня всегда были окружения. Это социалистические силы, патриотические и так далее. Я сам организатор... Нет, это не консервативные. Это, наоборот, я революционер. Я считаю, что в нашей стране необходимо менять, ну, так скажем, плюс я... Так скажем, он всегда себя отождествлял и всегда являлся национал патриотом. Я, более того, скажу, я организатор русских маршей в Новосибирске. Ну, он в 2012 году первый раз принял участие, затем вот в 13-м повторил. Ну, и сейчас вот снова планируем. Буйные коктейли. В этом году у нас русский марш будет являться, так сказать, логическим завершением работы, которую мы вели этим летом. В 7 ноября, да? Да, этим летом мы занимались... Может быть, слышали, что в Новосибирске вот хотели на 5-м, на 6-м, точнее, микрорайоне строить мечеть. Против нее собирали подписи. И ее в итоге отменили строительство. Это вот мы, собственно, занимались сбором подписей. А сейчас вот собираются... Ладно, еще мечети у нас как бы их есть, 4 в городе, ну и достаточно. В принципе, никто не жалуется, что их мало, там много и так далее. Ну вот, все достаточно. 4 есть, все. Как бы уже никакую, так скажем, религиозную группу не ущемляют. Но совершенно нелогичным стало желание построить новосибирский медресе. Может быть, слышали. Это исламская религиозная школа, которая, самое смешное, что она есть в Татарстане одна, но ее нету на Кавказе даже, ни одной. Ну, на Северном Кавказе, ни в Татарстане. Вы считаете, что лучше пускай этих исламоведов посылают в Египет, в Арабские Эмираты учиться? Нет, мне сейчас построили самую, по-моему, большую мечеть в Европе. Ну, давайте построить рядом медресе. Зачем она в Кировском районе, я вот лично не понимаю. Многих людей, многих людей, так скажем, это раздражает. И понимаете, самое то, что опасное. Почему? Ну, дело в том, что, в принципе, бытовой, к сожалению, возможно, такой есть какой-то шовинизм или что-то такое. Ну, это есть в обществе. Всегда, наверное, было и всегда будет. Кроме того, всегда люди, ну, так скажем, неохотно относятся к культуре, вообще, в принципе, других народов, национальностей. Особенно, когда в стране, так скажем, какие-либо, ну, нестабильность какая-то экономическая, в экономическом плане и так далее. Люди всегда, к сожалению, ну, такие, довольно-таки озлоблено себя ведут и так далее. В Советском Союзе такое было, так скажем, это тоже периодически вспыхивали межнациональные конфликты, но их сглаживало то, что, в принципе, ну, уровень жизни был, ну, достаточно высокий в Советском Союзе. Все же такого нет. И, а строительство подобных объектов, оно сразу же начинает, так скажем, разжигать именно межнациональную роль. Ну, а вы впустите, что здесь, в Новосибирске, существует автономия сибирских татар культурная? И они считают себя сторожителями этого региона? Нет, я верю. Украинцы, украинцы. Я просто, да, да, есть. Я верю. Да. Ну, то есть, вас это не смущает? Нет, не смущает совершенно. Я как бы, ну, не смущает, да, то есть. Ну, как бы, если есть... Они не имеют права в Медседросеевку. Если, да, дело не в праве, дело в логике. Если у них есть деньги, я не знаю, где именно деньги берут, на строительство Медресе, или там соборных мечетей и так далее, то я думаю, вот тогда могут они деньги найти, чтобы на билет до Татарстана. Чтобы там отучиться, в своей среде, я даже, более того, скажу, я думаю, что им будет удобнее там обучаться. Потому что Медресе и мечети раздражают. Ну, к сожалению, да. Вот думаю, если обратимся к нашей теме первоначальной федерализации Сибири, я вот думаю, думаю, ну, честно, думаю, может, я, конечно, тупой студент, но вот я думаю, думаю и не понимаю. Да, я понимаю, что нужны перемены, значит, нужны полномочия хотя бы как-то делить, но я не понимаю, кто выиграет-то в итоге. Я уверен, что никто не выиграет в итоге от федерализации. Что, во-первых, поднимутся сепаратные отношения, хотя, возможно, вы правы, это никакого отношения к сепаратизму не имеет. Но я уверен, что они поднимутся, потому что мозги у людей потекут. И потекут не просто у каких-то тупеньких студентов, как я, а у людей серьезных, у тех же общин местных татар, у тех же общин местных покровенцев, у некоторых чиновников и так далее. Поднимутся ученые-краеведы сибирские, которые начнут тоже истерить, что вот, наконец-то нам полномочия дали, а мы давно вам говорили, что мы избранные нации и сверхлюди и так далее. И это все придется к тому, что это все придется тушить. Это все придется тушить. С этим нужно будет что-то сделать. Так живут уже 200 лет в общем штаты. Ну, разные штаты, Соединенные Штаты. Это мигранты, это мигранты, не путайте. Какая разница? Тут большая ученая. Давайте только не будем про загадочную русскую душу говорить и так далее. Я в такие сказки не верю. Я про социальные исторические условия реагирую. И про социальные исторические условия, это тоже все-таки, знаете, тут можно начать философствовать, как какой-нибудь Стариков или Федоров. Нет, Алексей, подожди, секундочку. Это нормально. А я такие псевдофилософии, я это не люблю. Нормальный, нормальный политолог. А как без философии, да, собственно, извиняюсь. Дело в том, что, понимаете, Рарис сейчас уточняет вашу же мысль. Он не просто уточняет, он дает, кстати, прекрасный ответ на это. Вы вначале сказали, что какие-то структуры восприняли вашу очень умную мысль в штыки. А Борис уточняет то, что есть определенные высокие более структуры, которые довольно высоко мыслят на государственном уровне. И они понимают, что ваша мысль ведет вот именно к этому. Нет, но как бы есть же какие-то подтверждения. То есть они... Подтверждения же этому нет. Конечно, есть. Мы вам говорим, что даже Сибирь, она очень сильно национально распределена. И все вот эти вот народности, они живут именно исторически живут. Вы вообще из истории знакомы? Нет, так а при чем здесь... Исторически они завязаны на единый центр. А при чем? Так а никто же не говорит, что, извините, у нас будет автономия. Никто даже об автономии в том, да и дело говорит. Конкретно говорят об экономике. Об экономике. Подождение не требует федерализации. Ну и дело, я-то вот что заметил в этом всем, так сказать, да, что в этом-то и смысл, что как бы ваш именно подход, он как бы такой, как бы не прямой, а такой, знаете, исподвольный, знаете. Аккуратистский. Аккуратистский такой. Вроде мы ничего не касаемся, да, хотя каждая тема, да... Нет, экономика это очень важная вещь. Вот послушайте. Но каждая эта тема, так сказать, да, помимо, так сказать, абсолютно видных, так сказать, логических целей, да, вот на поверхности которые, да, каждая эта тема еще имеет, так сказать, обратную сторону, понимаете? Вот же о чем решится. Все это имеет. Но это обратная сторона, как раз, понимаете? Понятно, да. Но вот эти темы, которые вы перечислили, они как раз в итоге-то обратные стороны. Так или иначе, они... Каждая из них обратной стороной задевает сепаратистское, так сказать... И она вглубь уходит. Она не то, что там задевает, она вглубь уходит. Ну, это как бы ваше мнение. У нас было другое мнение. Вас не смущает, что вот при вашем лозунге, при появлении этого лозунга в середине лета, очень обрадовались вот эти все СМИ, которые заряжены именно на разрушение России. Очень обрадовались. Какие? Ну, тот же канал, Дождь, Эхо, Москвы, это что вы. Это те же украинские СМИ. А на Украине как обрадовались. А в чем обрадовались? Они прокричали, Сибирь требует федерализацию. Допустим, Дождь. В чем проявилась, так скажем, радость? Я их не слушал, я читал украинские СМИ. Ну, украинские, я понимаю, почему. Ну, Украина, наверное, украинское правительство находится, так скажем, в конфронтации с правительством российским. Естественно, они начнут искать какие-то темы. У вас это не смущает, что обрадовались вот именно они? Ну, естественно, не смущает, по одной простой причине. Как бы, если вдруг какая-то любая, даже здравая будет тема появляться в нашем обществе, а ее будут поддерживать там какие-нибудь, не знаю, там, масоны, американцы, да хоть кто-то. Да вы знаете, почему должно это нас смущать? Главное, что мы с ними не связаны, и с самого начала мы говорили о том, что мы ни в коем случае не будем у кого, если нам вдруг предложение поступит, помощь там какую-то оказывать и так далее. Мы с самого начала принципиально заявили, что никакой помощи мы ни от кого брать не будем. По одной простой причине. Мы не враги своему государству. Вот в чем дело. Ну, хорошо. Мы враги определенным структурам, которые довели нашу страну до отчаяния. Ну, может быть, мы должны были союзники. Но только не с той стороны подходы какие-то. Вот понимаете, Алексей, может быть, у вас мысли-то хорошие, что да, вот там есть недостатки, там и в экономике надо. Нет, это очень хорошо, да, и недостатки нужно. Но это надо, наверное, другими какими-то методами делать. Смотрите, конечно, федерализировалась. Она получила права полномочия, она получила центр. Сепаратные никакие отношения не возникли. Все живут дружно. Что мы будем делать с энергетикой? Вот Сибирь – это нефтегаз. То есть, по вашему мнению, может, не по вашему, конечно, но, вот владельцы трубы, собственно говоря, они так посмотрят на это все, скажут, ну, как прекрасно, ладно, давайте отдадим, значит, эту трубу и нефтегаз. Правильно, пусть Сибирь живет как регион в составе, ну, Единой России, вот, даже не как автономия. Ну, пусть они будут богатыми, правильно, это их же нефтегаз. Если мы им выдали полномочия на собственное самоуправление, так давайте им ради справедливости их ресурсы, значит, возвратим. Отпишем. Да, отпишем. Ее, значит, вот иди Чубайс, так призадумались, акционерное, значит, общество «Газпрома», Совет депректоров и Шеведа. Вот этот момент меня очень сильно смущает. Чем будем делать с энергетикой? Вы же, наверное, понимаете, что никто не даст трубу. Национализирует? На национализацию, что ли? Нет, ну, национализация, в принципе, давно уже необходима, и не только в Сибири. А как мы это будем делать? Ну, как это делать будем? На законодательном уровне. Но дело даже не в национализации, на такие вещи, я думаю, во-первых, разграничение все равно будет, будет единый закон в государстве. Я же не говорю там о том, что, допустим, мы сейчас здесь отберем компанию. Каждый федеральный район будет национализировать свои ресурсы себе, да? Ну, это как бы уже вы тут придумываете. Не спрашиваю. Не спрашиваю. Не спрашиваю. Изначально, как бы, по поводу экономики, мы думали, что просто-напросто государство, в принципе, подумает о том, что раз такие настроения в регионах возникают, значит, все равно необходимо как-то на экономическую сторону обеспечения регионов обратить внимание. И я надеялся, что, ну, федеральный центр, в принципе, сам должен делать, так скажем, какие-то шаги к тому, чтобы налоги, налоги, которые идут от производства, в том числе от добычи и производства углеводородов, чтобы они шли не только там куда-то в карман, на яхты какие-то и так далее, но и шли в достатке, в достатке на развитие регионов. Вот. Никто не говорит даже о том, что, ну, как бы, понимаете, полномочий нет. Если там заниматься такими вещами, как национализация, корень какой? Нация, ну, извините, это надо на общероссийском уровне этим заниматься. Но, допустим, даже вот законы, законотворчество можно было бы, так скажем, упростить, и здесь, ну, гораздо больше можно было бы принять и законов, которые в чем-то бы, допустим... В чем-то, возможно, вот противоречили бы. Вот смотрите, сегодня у нас не могут противоречить региональные законы, федеральные. На самом деле это, так скажем, большая глупость, потому что, ну, некоторые федеральные законы, ну, допустим, вот тот же самый, столкнулись мы, да и всегда сталкиваемся, федеральный закон номер 54, банально. Это закон о собраниях и митингах и шествиях. Вот, его ставят, всегда принимает Государственная Дума, затем ее спускают в регионы, здесь их в регионе должны утвердить местное законодательное собрание. Но, как бы, при этом никто не думает, никто не думает. Ну, конечно, государство будет единым оставаться. Нет, 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 я понимаю, но я же не говорю о том, что все законы меняют, но ряд законов можно было бы вполне поменять, адаптировать, но, естественно, никто же не говорит, допустим, там какой-нибудь закон об оружии и так далее и тому подобное. Упростить, ну, как в Штатах, половина разрешает, половина не разрешает. Ну, это естественно. Другая половина всегда должна быть, потому что это рычаги сохранения целостности государства. Допустим, ну, как может, там, я же не говорю, там, так скажем, изменять уголовный кодекс в разных регионах, делать его разной, как бы, такие-то вещи, это совсем глупость. Хотя в Соединенных Штатах и такое есть. У них, так скажем, уголовное законодательство, оно, так скажем, ну, разница, да. То есть даже до такого доходит. Ну, в принципе, у нас, на мой взгляд, как бы, это, нет необходимости в этом. Ну, может быть, конечно, в чем-то, в чем-то можно было бы ужесточать наказание за определенные виды преступления. Я понимаю так, вот добиваются, добиваются люди ношения оружия. Ну, федеральный центр не дает такого законодательства и разрешения, а вот тут сибирский федеральный, этот соединившийся, ну, не отсоединившийся, а федеральный вот этот округ или как его назовет, издает закон, что у нас пусть ребята ходят с оружием. Ну, не просто ребята, пусть ребята получают лицензии в лицензионно-разрешительных отделах, так же, как это сейчас. Мы у себя разрешаем его отношение оружия. Как, допустим, это есть в... И вводим смертную казнь. Ну, допустим, сам за наркоторговлю. Ну, почему бы и нет. Только в Сибирске. Ну, мораторий здесь, как бы, наложен федеральный, если смертную казнь там никто не разрешит, но пожизненное заключение, допустим. Ну, это, пожалуйста, сейчас... Ну, это уже совсем как бы фантазии. Мне кажется, что если только дать возможность региону, так сказать, получать все деньги, да, грубо говоря, и вы-то предлагаете как, что вот мы сейчас... Вот я записал, что кляньте деньги, кляньте деньги федерального центра. Я не говорил, например, все, я говорил, что часть налогов... Более направленный... У нас сегодня, если мне память не изменяет, НДФЛ, по-моему, остается в регионе. Часть идет на город, часть налогов... Это нельзя добиваться вот такими методами, которые мы сегодня имеем через депутатов, через работу Сената, через работу Думы и так далее. К сожалению, нет. У нас... Это просто недостаток системы. Извините. Ну, чаще всего это, как сказать, подчиненные. Ну, хотя бы... Просто люди... Ну, естественно, я людям просто даю, как бы, работу. Вот, хотите, работаете. Вот представьте, да, то есть вы им платите деньги. Ну, вообще им заказчик. Ну, понятно, так сказать. Ну, заказчик рассчитывает это с вами, а вы с ними уже... А, разные схемы бывают, разные схемы. Сейчас у нас много как-то. Я просто хотел в качестве примера, как бы, да, вот, вот, касаемо вот этого вопроса, так сказать, распределения бюджетных бюджетов, пример такой привести, что вот если вы, к примеру, у вас в организации работает сотрудник, к примеру, да, вот, но так получилось, что он начал, так сказать, он начал сам зарабатывать деньги, сам себе ставить, так сказать, задачи. Ну, коли он деньги берет, значит, он, видимо, так сказать, за что-то берет, да? Ну, и замечательно, чего-то плохого. Да, но тогда, тогда, тогда ваша роль какова будет? Нет, ну, если он решил заниматься сам, ну, пусть занимается. Ну, или как остальные поставки? Ну, и все, тогда у него будет отдельная фирма, да, ваша фирма. Нет, ну, не, дело в том, что дело в том, что не все люди способны, понимаете, у всех разные способности. Если у него есть организационные способности, с радостью... Есть регионы, регионы тоже разные, допустим, да, есть регион, так сказать, доходный, есть регион менее. Если один начнет работать на себя, то с этим захочется. Ну, естественно, поэтому никто не говорит о том, чтобы оставлять здесь все деньги. Говорят о том, что просто-напросто в... Так, ну, то есть вопросов стоит только лишь... ...достатка, понимаете, достаточно... ...достатка... Ну, а каких-то, ну, вваливать сюда, как в какие-нибудь объединенные Арабские Эмираты деньги. Ну, я же о таком не говорю. Но вы банально обеспечите, там, допустим, молодежь, там, всем необходимым, пенсионеров, там, с коммунальным беспределом. Ну, давайте начнем с того, что... С этим можно всем бороться гораздо успешнее, если, так скажем, часть бюрократической цепочки обрубить. Ну, это... Чем меньше бюрократов, тем, в принципе, любое... ...любой процесс... ...действует быстрее. Вы думаете, что вы обрубите количество бюрократов, федерализовав в отдельный округ, да еще больше будет бюрократов? Ну, это ваше мнение. Начнется создание новых схем правительства. Вы спрашиваете мое мнение. Мне почему-то не наплывает на воровство, я думаю, даже дело не о бюрократах, а о воровстве. Я думаю, в элементарном. То есть, обрубать нужно воровство, а не в бюрократах. Алексей, видите, мы задаем эти вопросы не просто так. Мне вот интересно. Мы, когда выходим на эти схемы, которые вот уточняют вашу позицию, и я не понимаю, почему вы не понимаете, что это все-таки определенная доля разбития страны все-таки. Я не хочу произносить слово сепаратизм, но разрыв страны. Я не вижу в этом никакого разрыва. Я больше разрыв вижу, когда деньги вваливают в Чечню на строительство бог знает чего и проводят. Как это, извините, оставьте в Чечню. Когда туда вваливают денег больше, чем весь федеральный орган? Чечня идет по вваливанию денег на семнадцатом месте в первой стране. Во-первых. Во-вторых. Валивание в Бару в США. Ровно то, что в ввале, вот от того, где деньги забирают. И баланс, баланс. Я прошу спокойно. А сколько забирают из… И то, что Кадыров занимается своей страной… Сколько забирают из Сибири в угле и нефти, и в лесе, и в газе. Нет, я просто… Как бы столько не возвращается… Это натуральная проблема в Чечне. Столько не возвращается, даже близко с этим столько не возвращается. Вот отстроил Кадыров города, и уже всех заело. Вот в них вваливают. На самом деле там баланс. Ну как бы, не, ну как бы, как понять, отстроил. А у нас почему-то не могут отстроить. Потому что нас воруют больше. Так мы и не бомбили, слава Богу, остальные. У нас войны не было, да? У нас войны не было, у нас воруют. То есть что, чтобы жить достойно в этой стране, надо воевать, что ли? Выходит такая логика. Взорвать пару бесланов или еще чего-то. Вот тогда-то власть задумается. Что ли так? Давайте так жить замечательно. Халифат здесь устроен, ну что? Нет, вы сразу в крайности какие-то. Нет, это вы в крайности. По поводу халифатов. Нет, на самом деле, в честь нет, и надо же тоже понимать, что, так сказать, надо посмотреть, что предшествовало тому, что вот мы сейчас устанавливаем. А там целая преступная, как это, даже не цепочка, а деяние. Это нарыв, который еще лечить и лечить. Правильно, правильно. Психологически там люди еще шокированы всеми этими делами, потому что там прошла страшный каток войны. И вот вы говорили, его затормозили. Знаешь, затормозили вваливанием, но его не остановили. Вот в чем дело. Я вам еще раз говорю, что там есть финансовый баланс. Сколько из Чечни берут этой нефти, столько примерно туда и валют. Там небольшое плечо совершенно. Абсолютно верно. А то, что туда немного больше дают, ну извините, это разрушенный был регион войной, который затеял федеральный центр, кстати, эту войну. Вот еще, секундочку, Алексей. Вы задели этот вопрос еще в самом начале, сказали так, что тема федерализации сейчас популярна, потому что сейчас на Украине поддерживается типа федерализацию. Ну, со стороны нашего государства, да. Почему бы и нет, да? Вот вы это прозвучали. То есть вы понимаете смыслы вот той федерализации и той, которую прозвать и вы? Ну, той же федерализации я понимаю смысл. То есть там люди хотят возврата, густую цивилизацию? Я не знаю, я не знаю, чего. Во-первых, не надо говорить такие возвышенные вещи из обычных разборок олигархов, Ахметова с этим самым Коломойским и прочими. Не надо делать, как делают различные вот те же Федоровы и так далее, или Кургиняны там. Делать из этого какой-то такой, прямо, ну, что такое высшее, что возврат к русской цивилизации и так далее. А что такое русская цивилизация? Там люди живут, живут по-русски говорят, говорят, их кто-то... Ну, их пытаются украинизировать. Ну, я вот такого не видел. Я вот такого не видел. Я не видел. Не видели, да. Такое критики. У меня полно людей, живут в Днепропетровске, в соседнем, которые рядом с Донецком. У меня полно знакомых живут в Харькове. Там, однако, 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 однако там почему-то не появлялось никакого ополчения с автоматами АК-100 серии и так далее, с новейшими. Там не появлялось никаких Стрелковых там и Губаревых и так далее и тому подобное. Хотя это тоже Донбасс. Да, да, да. В Одессе появились там 100 человек, с ними сразу видеть их кразово. Да, в Одессе это была провокация, я вам так скажу. И, как бы, провокация самая настоящая. Там была такая группировка, как-то она называлась точно, ополчить что-то, то ли одесская... Крым это тоже чисто... Нет, Крым это вообще спецоперация. Зачем вы его... Крым это вообще спецоперация. И, как бы, ну и вполне понятная, как бы, там... Крым не первый не ответил. Сейчас он перескочил на второй. Где Николай? В Крыму у нас есть свои интересы, у России. Поэтому, естественно, естественно, как только началась нестабильность в украинском государстве, нам, чтобы защитить свои интересы, ну, в том числе флот, там необходимо было его... Ну, Крым, так скажем, ну, как это... А мнение людей... Загманили? Не, ну, люди, естественно, свое мнение на референдуме выразили. Но изначально, как бы, там уже все было решено спецназом ГРУ. Автоматы, да, на них наставили ГРУ. Да никто, да никто не... Здесь есть определенный смысл. Я не о том говорю. Государственный интерес, что такое мнение оборудование. Я не говорю о том, что кого-то там заставляли. Ну, просто, по факту, Республика Автономная Крым, она уже была, так скажем, в составе России, когда там появился спецназ ГРУ. Все же вот так. Мнение людей, которые там 20 лет довели эти украинские... Во-первых, никого не надо... Во-первых, не надо говорить о том, что кого-то кто-то давит. Я понимаю, что... Вот они, тем более, тем более, тем более оперировать такими шовинистическими понятиями, как украинские какие-то и так далее. Ну, давайте... Они сами себя так называют. Какие шовинистические понятия России? Они же великие украины, что ли? Ну, и что? У нас посмотреть... А вы просто... Какие учебники? Во-первых, в учебниках там такого... История. Я читал украинские учебники истории, там такого нет. Как нету? Пусть расскажет Алексей, что вы за него-то... Скажу вам даже более того... Я просто считаю, что у нас появятся великие сипы. Я знаю, что ты и люди знают, что ты... Нет, и есть и будут... Нет, ну... А вот Алексей у нас пришел в бой с нашим. Пусть он расскажет. И ухру... Пусть появляются, как бы, но если есть такая потребность людей. Я просто говорю о том, что... Ну, понимаете, все, что происходит в Украине, вы же не знаете всего этого. Вы все видите только через призму, связь массовой информации. Хорошо, расскажите. Как вы видите? А я не хочу даже видеть этого. Понимаете? Вот в чем дело. Я не хочу лезть в такие дела и в такие проблемы, где я некомпетентен. Чтобы не наделать глупости. Хорошо. Тогда... 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 Позвольте узнать ваше... Ваше, так сказать, понимание вот этой украинской темы, да? Даже помятуя о том, что вы туда и не лезете, мне просто хотелось понять, так сказать, как вы это видите? Ну... Вот как я это вижу? Я уже говорил. С самого начала, вот как я вижу, как начался Майдан и так далее, изначально люди вышли недовольные низким уровнем жизни. В Украине треть работоспособного населения... Вы, кстати, еще сравнили наше правительство и украинское, понимаете? Это у меня тоже очень заделывает. Вот работает третье население за границей, то есть и в России, в странах Восточной, Западной Европы, на Балканах и так далее. То есть экономически несостоявшееся государство? То есть оно само не смогло своим гражданам предоставить возможность трудиться на своей земле? Да, да, в том-то и дело. Понятно. За счет, плюс ко всему, грабительского правительства, правительства, именно в правительстве, которое, так скажем, защищало интересы транснациональных компаний любых, но только не своего народа. Понимаете? А они защищали... А он тогда у народа есть? Министр... 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 Да нет, я говорю, что интересы компаний, но не народы. Я говорю про интересы. И, кстати, этим занимался. Сейчас почему-то стали об этом все забывать резко. Но, допустим, защищал, так скажем, интересы компаний, в том числе российских, между прочим, тогдашний министр экономики Украины. И это, кстати, сегодня президент Украины, Петр Порошенко. Как бы об этом сейчас многие забывают, стараются так забыть, что якобы вот он такой ни с того ни с сего взялся, появился и все. На самом деле, огромное количество чиновников перешло. Министр внутренних дел, который давал приказы бойцам Беркута избивать в последний момент уже и открывать огонь на поражение по бойцам права сектора, в итоге стал снова в правительстве уже Порошенко вновь министром внутренних дел. И батальон, допустим, АЗОВ, который сформирован из националистов, ну, различных националистов, АНОВ сейчас входит, как я понимаю, именно в систему МВД. То есть не армия, а именно МВД. То есть вот даже до такого. Алексей, ну а так вы говорите, вы эволюционер, так сказать, да, и говорите, что это суть эволюционное движение. Ну это понимаете? Нет, там то и дело, что там революция. Там же не было социалистической революции. Я вот о чём говорю. Там люди вышли из della девушка. Да не надо. Опять не надо опять вот такие... Вы это не замечаете? Нет, не надо такие слова говорить, как бандеровцы. Почему не надо? Потому что это оскорбительно прежде всего. Бандеровцы? Да, это оскорбительно. Они же не считают, что это оскорбительно. Против всего населения Украины такое говорите, извините, что мы не говорим, не прощаемся. Они-то вообще говорят, что Бандеру славит. Мы нам не даете Бандеру славит. С родственниками невозможно разговаривать. Родственники сидят и говорят, что Бандера – это такой хороший парень. Вы что? Нет, я не общаюсь. Я просто нет. Ну, возможно, ну а что? Вот родственники под кивом живут. Ну, я верю. Невозможно с ними разговаривать. Я говорю, ребята, сразу отключите политическую тему. Для них и для многих и Петлюра и Махнобыл. Во-первых, насчет как бы Бандеры, насчет Бандеры, давайте тут не будем… Детя, 70-летняя, обучившаяся в советских школах, говорит, Бандера – это какой хороший был патриот, социалист. Ну а что? И с ней вообще невозможно ничего говорить. Вас это не смущает? Нет, ну как бы… Бандеры нету. А в чем ужас вообще самого, так скажем, существования? Алексей, вне человека Степана Бандеры. Давайте я вам объясню. Объясните. Очень кратко, очень кратко. Весь ужас его, собственно говоря, на самом-то деле, если убрать все, так сказать, на основе, ужас в чем, так сказать. Во время, в конце Второй мировой войны он и его ближайшие товарищи, так сказать, непосредственно участвовали в массовом уничтожении людей. Не говори каких-то плохих, хороших, так, да, да. Во-первых, во-первых, Степан Бандера находился в конце войны в концлагере Заксенхаузен в немецком. Так он туда попал уже после чего? Нет, он попал туда в 41-м году, как только… В 44-м его освободили. Как только, да, как только в 41-м году вторились немецкие войска на территории Украины, его сразу же поместили в концлагерь. И вот то, о чем вы говорите, занимался совершенно другой человек, это Шухевич этим занимался. Как бы тут не надо путать. Это все бандеровцы так говорят. Что вы трогаете наше Бандера? Он такой тихий и хороший. А то, что он создал идеологию зверскую, вы не знаете об этом? Да, какая, в чем? Зверская идеология. По его конкретно… По его идеологии, в идеологии его было очень грамотно все расписано, что людей надо уничтожать зверскими способами. И выживать из строительных, где это написано. Где это написано. Где это написано. Где это написано. В его идеологии. Я не видел. Я много чего читаю. Вот такой… Сибирь – это действительно, ну, как и любой российский регион, он разношерстный. Более того, он сам по себе целиком уникальный. Вот. И сибиряки, конечно, мы, люди, отличаемся и от тех, кто живет в Москве, и от тех, кто в Петербурге. Мы отличаемся культурно, у нас немного другие диалекты. Ну, это исторически стало и тебе складывалось. Да, это складывалось, вот. Соответственно, мы, конечно, можем выпендриваться в некотором смысле. Ну, так, как ясно проявляю. Ребят, я прожил почти 20 лет в Центральной России, я знаю, о чем ты говоришь, да, действительно, менталитет сибиряка, он чувствуется, он отличается. Ну, вот, да, кстати. Сибиряк-сибиряка там видит издалека, стопудов. Вот, то есть мы можем, да, для кокеса. Вот. Проблема с сверхцентрализацией, она действительно есть. Но сейчас, не знаю, изучали вы или это нет, но вообще-то выдвигается уже на государственном уровне предложение, в том числе и от президентской администрации, чтобы полномочия, не то, что Москву куда-то в другое место перенесли, потому что там люди, я так думаю, понимают, что Москву, если перенесешь в другое место, это будет новая Москва. А разбросать полномочия по трем городам, а по-моему, как раз Москва, Новосибирск и Владивосток. Это, по-моему, Красноярск. Ну, или Москва, Красноярск, Владивосток. Ну, в общем, по трем городам. Москва, один из... Это говорит Владимир Путин непосредственно. Вот, такие предложения. Кстати, прямо после марша вот этого. Так что я вот не исключу, что, ну, так скажем, чиновники все равно это все слышат. Все это слышат. О марше говорили, о этой проблеме, и низкое финансирование, и так далее, говорили в законодательном собрании нашей области, непосредственно Вадим Алексеевич Агеенко, депутат КПРС. Это я, да, я не... Все равно, влияние какое-то все равно оказали. Мы же не собираемся там заниматься, в том числе и сепаратизмом, и так далее. У нас на это нет никого морального. Ну, вот Михаил, подожди, дайте мне закончить. Кулин-то, он конкретно говорит. Нет, сепаратизмом там не было. Я эту статью читал и помню. Если бы там было конкретно, то я бы сейчас здесь не сидел. Я бы сидел в сезон номер один на Караваева по статье 285. Да все, вы уже здесь сидите, все нормально. Дайте мне закончить. Вот, я начал, да, я говорил про различия, значит, вот, я сказал, что есть такие предложения, погуляли очень хорошо. Вот, и в принципе ресурсы, ну, для какого-то там выделения есть. Но, опять же, и для всех, и для себя, ну, не могу я понять, как потом, вот как нам потом, может в каком-то смысле даже романтиком, что делать, остановиться. Что сделать потом с этими реально поплывшими, реально поплывшими, причем это, я сейчас говорю, со студентами, там, с местными общинами, с местными представителями, администрациями, что мы потом будем с ними делать. То есть на словах мы все сделаем вроде, на теле вроде что-то сделаем, а потом как мы будем, даже не то, что, ладно, мы их не будем тушить, как мы с ними будем разговаривать, как мы им объясним адекватно, что, ребят, ну, мы же уже свое получили, как бы, все, мы же не говорили. То есть вы нам объясняете, что, разницу объясняете между там сепаратизмом и так далее, а я прошел осмысленно перекинуть ситуацию на тех людей и представить, как вы бы им бы объясняли бы. Я почему-то очень уверен, что они бы вас... Русским языком? Русским языком? Русским языком я бы объяснил бы, я почему то очень уверен, что они далеко не с первого раза вас бы поняли бы. С кем я на эту тему разговаривал, даже с простых людей, все у меня с первого раза будут конечно замечать movies. Но это сейчас, это до федеризация, я говорю, как раз после того, как механизм был запущен. Поэтому необходимо просвещение вести заранее, естественно, если такие вещи. Подождите, что мы будем делать с ними и как мы будем к этому готовиться? Ну и в-третьих, какой итог, какой выигрыш? Я как всегда представлял, вот я сибиряк, как всегда представлял Сибирь? И почему, кстати, есть у меня реальная мысль, я думал так, если столицу перенести в Новосибирск, некоторые говорят, да нет, будет фигня сплошная, нужно либо в Москве оставить, либо в Владивостоке. Я говорю, а нет, Новосибирск будет, ребята, это хорошо. Конечно, там тоже начнется, он начнет собирать и так далее, как вы говорите, высасывать жизни на Востоке. Но Сибирь, точнее Новосибирск, это такой центр, это именно столица Сибири, это центр, и это город на перепутье, не только город на перепутье торговых путей, это город и на перепутье культурных, экономических, в целом, и политических путей. Для этого надо быть столицей? Вот, для этого нужно быть, но я говорю, я объясняю мысль, почему, да. В плане коммуникации, то он гораздо интереснее. Всех, и политических, и экономических, и там в середине, так сказать, да, или на углах где-то что-то ставить, так сказать, да, либо в центр. Вот он, да, вот я видел, вот я видел, так как бы, и есть исторический духовный центр. Это вот церва, который надо очищать. Да, но если, да, у Бориса-то пытается сказать, что чисто логически-то, как бы, да, собственно, если вопрос так поставить, да, то может быть... Короче говоря, короче говоря, и Сибирь я рассматриваю именно как ломоносовое средство превращения мощи. Россия будет, значит, прирастать в мощь из Сибири. И будет? Будет, да. Но вот, подводя итог, повторяю, меня, не понимая, меня смущает момент, потому что не знаю, как я буду... Вот даже я, даже я лично, если я подержу эту идею и вот с вами, допустим, пойду, как я потом буду разговаривать с людьми, и как я потом вот буду, ну, тушить, мягко говоря, возможных вот этих идиотиков, которые удусь сепаратизм. Вы хоть им задолбите на... Наргинальные сепаратисты. Да, вот что я буду делать с этим. Мы занимаемся. Ну, в общем, все. Десять сепаратистов. Это мой итог. Что страшно? Это мой итог. Все, у нас есть органы компетентные. Давайте подводить итог. То есть вы раздуете пожар, а потом капитаны... Да, 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 никто ничего не раздует. Просто я... Внутри нового повода. Еще нужна какая-то вот эта вот структура, которую надо насыщать новыми, всякими чиновниками, правительствами. Они здесь так есть. Ненужно их, ничего насыщать. Заново все переворачивать. Нет. Оставлять все федеральные и на всех нужных. У нас создали... Так давайте уберем это слово федерализация. В общем, в городе ничего не изменяли. Алексей, прошу прощения. Давайте тогда, может быть, так сказать, вот это ваше движение... Грамотная модернизация. Да, может быть, убрать это слово федерализация. Зачем оно нужно? Федерализация. То есть вы-то, понимаете, это слово федерализация подразумевает, так сказать, территориальное обособление. А мы и так федеральная, понимаете, но... Ну, что понимают некоторые... Давайте уберем это слово, территориальное, да, и все. И все будет нормально, мне кажется. Если федеральная, федерализацию убрать, тогда... Тут еще такой вопрос, что некоторые регионы, они же довольно-таки и красноярские, и томские, и омские, они же с Новосибирскими как бы противоречиями определенных находятся. Я наподоблю к чему, что вот это вот ваше федерализация. Это и есть однозначно. Опять же, вот с чего мы начали. Марш, официально вообще-то марш, это в СМИ марш за федерализацию было. Изначально марш, вообще марш, вот-вот, он назывался совершенно иначе. И тематика, которая была прописана, тема мероприятия, она, так скажем, название носила совершенно другое. Я все равно не понимаю, почему мы должны выпендриваться в защиту Конституции. Мы не можем ее вот как-то защищать просто. Почему? В защиту Конституции, в защиту прав человека, прав человека всегда надо... Ну ладно, ладно, извиняй, я же говорил, что... Давайте тогда каждому услову заключительное дадим. Да я уже сказал. Я считаю, что вот такие вот серьезные вещи все-таки надо глубоко обосновывать. Нельзя такие вещи... Надо исторически и философски подходить к ним. Это однозначно, потому что ведь Сибирь это такой регион, он настолько исторический, он настолько связан именно с центром, он связывает вообще всю нашу огромную сторону. И Дальний Восток, и Дальний Восток, и да, это настолько было историческое деяние, присоединение вот этой вот огромнейшей территории к исторической России, понимаете, они настолько всегда были вместе, и никогда экономически невозможно рассматривать существование нашей страны в разорванном вот таком виде. Ведь в свое время и Россель поднимал вот это вот обособление уральского региона. Куда делся Россель? Его правильно пнули, потому что совершенно невозможно было поделить Россию пополам, выделять какой-то регион. Да, с национальными там факторами пришлось как-то делать, попустить, попущение, ну, потому что национальный вопрос это вообще тяжелейший вопрос. И вот с понтологикой решать нельзя. И здесь у нас Сибирь настолько насыщена разными народами. Вы посмотрите, кто только не живет. И я вас уверяю, все эти народности считают себя вправе быть там какими-то обособленными. У нас есть примеры диалога с ними. Да, у нас есть примеры, мы будем продолжать разговаривать с ними. И вот эти вот, они приходят, они говорят, у нас должен быть суверенитет, вот вы знаете. Понимаете, какой взрыв может последовать за тем, что если вот это вот, даже теоретически, вот это вот наша Сибирь, вот как-то вот, кто-то начнет рассуждать о федерализации вот этого вот огромного территории. Там экономика, ну, скорее всего. Там никакой экономики, там начинается уже и религия, там начинаются противоречия исторические, какие-то обиды исторические наворачиваются, и амбиции какие-то наворачиваются. И все это, все это упирается в то, что всегда вот все эти противоречия разрешал центр единый. У нас пока Москва-центр. Исторический духовный центр, который нужно очищать от многочисленной мрази и всяких мрагодезов. От Собчака, как бы говорили. От Собчак, она, это просто, извините. Я не говорю, что очищать там от каких-то людей. Я угрировано сказал. От очищать от мерзости, от мерзости, которая вот делает вот этот вот регион ненавидимым. Понимаете, ведь когда-то наши деды легли за защиту вот этого вот, за эту Москву, они пришли и пытаться совершенно другая. И полегли костьми. Вы не представляете, вы не представляете, как сибиряков до сих пор любят в Москве. Там только скажи, что ты сибиряк. И тебе уже... Панфиловцы, вот Салтая, Сибири, в Казахстане, в Казахстане. В Казахстане, в Казахстане, в Казахстане. Сибирские дивизии кинули конкретно вот этот пик. Внимание, разами, веками, Ермак пришел и кинул московскому царю. Бывший разбойник, бывший разбойник, практически бандит, бандит, волжский бандит. Он пришел в Сибирь, он завоевал, он не стал распоряжаться, он не стал здесь ханом в Сибири. Он пошел и кинул Ивану Грозному. Ивану Грозному сказал, вот, царь, понимаешь, мы русские люди, мы за то, чтобы быть единым народом, понимаете, иметь эти территории. И его назначили первого воевода Сибири. Вы понимаете, это такая глубокая история. Ну, и относиться к ней поверхностно, какими-то лозунгами, конечно, нельзя. Я согласен в том, что, может, какие-то идеи у молодых людей появляются. Ну, бросать их, но надо быть осторожным. Надо осторожным и надо изучать это очень глубоко, ребята. Учиться, учиться, еще раз, учиться, учиться. А потом, может, это неизвестно. Вы говорите, что философия, как бы, это вторично, да, образно. А вот я так и могу сказать, что, на самом-то деле, философия – это первично. Вот в этом-то главное. Главное понять, главное… У них идея, главное. Да, 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 да. Понимаете? Базовые вот эти ценности, так сказать… Я понимаю. Они должны быть фундаментом. А вот все остальное уже… Ну, к сожалению, там не так получилось. Понимаете? А там, где деньги заряжают ушки и танки, и самолеты, и ракеты, а не философия конкретно в той войне. Вот видите, вот видите. Это нельзя сравнивать там с Великой Отечественной войной. Вот видите, вот видите. А для меня это Великой Отечественной, понимаете? И для многих людей, которые там погибают, там… Понимаете? Это Великой Отечественной. Для меня это агрессия на нашу страну, понимаете? Какой на нашу? На Россию. Да. Причем это прямая агрессия. Ну, в Россию, слава Богу, пока войска не… Вот пока. Потому что уже там вот они воюют. Потому что вот они встали там, ребята, и убирают на базе. Я не поверю, что там какая-нибудь Украина может запасть на Россию. Да вы что? Причем здесь Украине? Не, Украине нападет. Да нет, а теперь уже… А теперь уже и Украина нападет. А теперь уже и Украина нападет. Украина вот создание этой бригады… Конечно. Конечно. Да вы что? Украину это… Там натовская бригада создана не для того, чтобы она просто так обстоят. Если так, да. То есть НАТО через Украину. НАТО воевать через СССР. Конечно. Единенная натовская бригада уже существует в Украине. А зачем мы воевать через СССР? Вот. Видите? Вот опять вопрос. Видите, вот видите. Вы абсолютно заинтересованы. Вы абсолютно заинтересованы. А что лучше? Я понимаю, но они же… Это все, знаете, такое телевизионное балабольство. Как с нашей стороны, так с и натовской. Так вот знаете… Но при этом войны-то никакой по факту нет. Вот знаете… В России… В России качают нефть спокойно. Войны нет, а 50 тысяч человек уже погибло. За два месяца, так сказать, да? За три. Ну понятно. И то это минимум. Понятно. Это что понятно? Нифига себе вы так спокойно говорите. Понятное дело. 50 тысяч. Там миллион один человек. И то это… А что народ, правильно, Павел говорит. Вот ты только не уточнил в чем. В том, что он исторически считает государство своим завоеванием, за которое ложат кости. Справедливость. Справедливый. Он едет в этом… Пусть она такая наша какая-то, да? Но видит высший смысл справедливости. Да. До конца нашу справедливость сам не понимаю, так сказать. И никто и не понимает. Да, да, да. Но как-то подспудно чувствуешь, что что-то все равно в этом есть, так сказать. Все же, да, у меня, опять же, родственники, все мои ныне покойные уже, вот, мужчины, как бы, да, они все до одного были руководителями, так сказать, да, многие воевали, так сказать, да. Ну, то, что все довоенные, ну, у меня вот отец был 24-го года рождения, царство небесное, так сказать, да, поэтому, собственно говоря, я из первоисточников эту информацию-то беру, так сказать, да, и тоже, и всякое было. Вот у меня дед, допустим, в 39-м году отсидел полгода, будучи директором Бараринского сырзавода, понимаете? Полгода отсидел, вернулся, так сказать, да, ему выплатили все деньги, извинились, да, тот же тюремщик к нему пришел через три дня, так сказать, да, выпить самогонки. Сказал, Иван Николаевич, извини. А многие, к сожалению, не возвращались. Некоторые не возвращались. Ну, как вы думаете, все были такие, как Иван Николаевич? Да. Да. Все не все, но многие. Но система работала, понимаете? Вот в чем дело. Я понимаю. Ну, а сейчас обратная ситуация, то есть, так сказать, да, человек в наглую, так сказать, ворует, ворует, и ворует, грубо говоря, да, абсолютно. Ну, извините, ну, кто это позволяет-то? Позволяют чиновники наши. Ну, а что еще? Позволяют неполистичность. Есть большие проблемы к власти. Вопросы есть? Да, да. Есть, но игра играет тоже очень большого значения. Большой. Ну, разваливать государство... Никто не собирается. Никто не позволит. Никто не позволит и... Да и никто не собирается. Ну, да. Понимаете, даже на интуитивном чувстве. Роскомнадзор не зря пришел в редакцию таких и все это. Они на интуитивном чувстве. Нет, там в другом немного дело было. Вы много вот опять же не знаете. Тайгарку? Просто-напросто, так скажем. Как инфу было? Ну, сейчас расскажем. Там просто-напросто дело было в комментариях. Потому что одни были за, другие против, разгорались там. Скандалы в комментариях. И вот по этому может прогнозор запрекли. Многие неправильно трактовали, да, действительно. Вот за эти комментарии. Ну, на самом деле объяснение о блокировании до сих пор не дали. Вы не поступили, но они во мысль, что не обязаны как отчитываться. Нет, решением Генеральной прокуратуры было извините это сделано. Это не просто Роскомнадзор такие захотели, да. А если есть решение, значит оно чем-то реализовано. Что говоря, я их понимаю. Вот, так что... Я их понимаю. Потому что не продумано. По Сибири еще есть у кого что сказать? Нет. Заключительное слово? Ну, да. Так что у меня заключительное слово простое. Надо, так скажем, никогда не путать термины. Это раз. И во-вторых, так скажем, анализировать как можно больше источников информации, чтобы... Чему я вам... Я этим и так занимаюсь, поэтому у меня крайне не однобокая, так скажем, позиция по всем вопросам. И чтобы не стать, так скажем, жертвой пропаганды, необходимо изучать всю... Ну, не поглядывайте на нас. Все... Аспекты, так сказать. Все грани, все грани. Не, не все аспекты и грани, а все средства массовой информации. Нет. Ну, есть изначально средства массовой информации, ангажированные, так сказать, да? Которые... Мне не надо даже слушать. Я вам сразу... Изучать, понимать, кому это будет там и так далее. Все это, естественно... Понимаете? Я знаю, я общался с журналистами BBC неоднократно. А есть Анна и Ньюс. По разными... На этом мы и закончим. Очень хорошая. Я не хочу сказать. Я так же Leo Service. Проникливаю adjustments. То есть, конечно, you slаждo. 했다. Продолжение следует...